Мы на месте. Мы приветствуем Григория. Интересуемся, готов ли он к проверке, доверить ли он нам свое биополе на период сеанса? Готов. Хорошо, Вера, посмотри визуально, что мешает сканированию. У него на голове гарнитура, наушники и из глаза торчит что-то, как увеличительное стекло. Скэнер, просканируй сейчас Григория. Отключи эту голограмму, вытащи все описанные только что подключки. Вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами я их включаю. Ты их видишь, выводи это все, формируй в шар. Руки, рукам еще приделаем. К рукам, хорошо, и к рукам вытаскивай это все. Руками, как робот делает. Вот и ответ получили. Готово. Чуть громче говоря, отправляю в клетку тюрьму эту конструкцию. Даю команду, на счет 3 скэнер сканирует пространство над головой Григория под ногами, 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Григория, находит все. От конструкции выстраиваются прямые каналы к ответственным, притягивая в клетку тюрьму. Стоят в клетке тюрьмы мои заложники. Он чихает. Григорий, да? Ну отравили этими энергиями. Кто у нас? Гуманоид. От гуманоида выстраиваются прямые каналы со всеми, с кем он связан. Один, два, три, и притягиваем в клетку тюрьмы их. Стоят в клетке тюрьмы. Ящер. Вот, это уже интересно. Какой у нас ящер? 342. О, отлично. Откуда гуманоид? Не беру. Ты наемник? Наемник. Ты же знаешь риски своей работы. В этом случае долг меня перед ящерами. Перед ящерами, понятно. Я хотел связываться здесь, и так понятно, что найдут. Но ящер настоял, да? Приказал. Приказал даже. Что же тебе за долг такой был, интересно? Оказал он тебе какую-то услугу, да? Помог. Вылечил. А, это да, это они умеют. Но потом лучше, понимая, что лучше болеть. Нижняя конечность. Тара. Они тебе помогли ее, нижнюю конечность, на место вернуть. Хорошо. Нарастить. Сколько находилась эта конструкция в биопуле? Я полагаю, ты ее устанавливал, да? Я устанавливал, программируя его и давая, искажая информацию. Это было задание на искажение информации от ящера? Задание было сделать из него робота подчиненного. Но ты сам понимал, что эта идея не совсем реализуется, так как он не один, и за ним стоят определенные силы. Вот вы сейчас сюда попали. Итак, гуманоид. Пока не пришел ваше общество или сообщество, можно было это делать. Но здесь и так понятно, что когда-то это вскроется. Конечно. Одноразовые удары. Да. Это да. Чтобы выбить из строя. Запугать. Но в данном случае я знал, что будет провал. Хорошо, гуманоид. За эту информацию признателен. Скажи мне, сколько ты находился с этой конструкцией по времени в этом биополе? Он число говорит. Он 15 августа. 15 августа. Хорошо. То есть была задача, чтобы он не дошел до обучения. Итак, ящер, я тебя слушаю. Он злится на гуманоиды. Что ты его слушаешь? Задай вопрос. Мой вопрос следующий. Причина нападения твоего, причина организации нападения на моего ученика, Григория. Сказал же он все. А что ты на него злишься, если он тебе все сказал? Он тебе все сказал. И причина нападения. Понятно. И планы. Не понял? И планы что? И дальнейшие планы. А, планы сделать. По использованию робота. Тебе дали указания или это твоя инициатива была? Он не понимает вопрос. Это твоя идея была напасть на него? Или тебе приказал кто-то напасть на него и организовать нападение? Цивилизации ящера не нравятся такие, как вы. Да ты что! Вот это для меня огромный... Я не сказала никакую новость. Вот это для меня огромный какой сюрприз. Ты представляешь, почему же вы нас не любите? Наверное, может потому, что мы свет? Мешаете. Мешаете вам распространять ваш беспредел на земле? Вести войны? Контролировать их? Питаться. Всем этим. Питаться всем этим. Хорошо. Ну, тем не менее. Есть законы, которые повыше тебя и меня. Скажу так. И планы есть, безусловно, и у других цивилизаций. И эта цивилизация решила избавиться, например, от тебя. Вот таких, как ты. Поэтому ты находишься в этой клетке-тюрьме. Больше мне говорить сейчас не о чем. Мы начинаем, переходим к реверсу энергии. Даю команду тонкой копии Григория спроецировать энергетические и сферические каналы к гуманоиду, к ящеру и к этой конструкции. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой абрационной энергии, откат всех негативных программ и негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Григорию. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Посмотри, что идет, откуда. Идет такая, как точечная энергия, это то, чем он чихал, и из него вот это выходило. Это мы выдавим остатки. Хорошо. Пряжение. Нам было трудно сосредоточиться, а некоторая информация до него просто не доходила. Так у него наушники на ушах были. Или искажалось. Понятно. Гуманоид, скажи, у ящера, разве нет такой технологии, которая у вас есть? Он сам не мог это сделать? Или он читает? Не марают руки. Не марают руки. Хорошо, ящер. Реверс закатывался. Я им мешаю. А корабли-то я ваши вижу, ящер. И вижу вас в этих кораблях. И как вы передвигаете. Как же мы тебя видим, и что дальше? Ничего, я же на вас не нападаю. Почему вы нападаете на него? Он уже ответил на этот вопрос. Пусть будет так. Устанали фильтры с золотой сеточкой на все вопросы. Устанали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Григорий забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Григорий себя обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. И пока идет реверс. Скэнер, дай мне полниту души Григория на настоящий момент. Сто процентов. Хорошо. Здесь гуманоид, он постоянно показывает картинку. Григорий сидит за компьютером. С другой стороны гуманоид смотрит на него. Хорошо, давай к этой теме вернемся, потому что я вчера считал информацию, что ты зашел в него через компьютер, через какие-то определенные каналы, какие-то определенные темы. Это так? Нет, не так. Расскажи, как было. Через систему он зашел. Какую систему? Объясни. Я сейчас не понимаю. Информационную. Хорошо. Это информационная система. Имеет в виду компьютер. Так я об этом говорю. Я говорю. Компьютер работает через интернет. Интернет, подключение. Дальше это идет на спутники. Через все вот это он зашел. Информационную систему он это называет. Все понятно. Он смотрит оттуда. Ему нужно ставить сетку, тогда его будет раздражать, и он не подступит. Сетку золотую на экран. Мы это объясним ему, эту технику. Хорошо, гуманоид. Я замолвлю за тебя словечко сегодня перед межгалактической полицией. Я думаю, она учтет эти обстоятельства. Реверс закончился. Хорошо. Посмотри, гуманоид, что-нибудь еще осталось, что я не вытащил? Нет, не осталось. Даю команду на рассинхронизацию Григория с этой конструкцией, гуманоидом и ящером. Пошла рассинхронизация, до 100% заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия стегнуть все каналы на счет 3-1-2-3 удар. Отлетает все каналы, отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, улетает на переработку. Закрывая печат и растворяя. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Приветствую. Приветствуйте, Ли. У меня здесь гуманоид с Нибиру. Два месяца находился в биополе. Является должником ящера 342-го. Тот ему помог с ногой, когда у него проблема была. И он уверен был, что эта операция, то есть то, что он делает, она будет провалена. Но ящер настоял на своем. Ящер из нелюбви к нам решил напасть на нашего ученика. Перепрограммировать его, чтобы он работал на их цивилизацию. Был роботом. В этом плане. Посмотри, пожалуйста. Их обоих заберут, уничтожая подключики. Благодарю тебя. Гуманоид дал мне достаточной информации. Я прошу этого учесть. Под подключиками открою воронку в галактическое ядро. И эта конструкция со всеми артефактами уходит на переработку. Закрывая печат и растворяю. Готово. Чисто? Да. Хорошо. Давай заправим Григория энергиями. Посмотри, сколько ему нужно энергии. Какая частота вибрации? 380 и 25. На 4 макушку головой Григория начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо. Григорий, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Фу, легче стало. Как будто сбросили что-то с меня. Ну не как будто, а сбросили. И немало сбросили. У нас у него куратор в комнате, мужчина. И мы приветствуем куратора Григория в нашей комнате диагностики. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться? Приветствую всех. Я уже какое-то время не наблюдаю за происходящим. Меня зовут Боб. Боб. Приветствуем вас. Меня зовут Влад. Это Вера. Хотели прокомментировать что-то? Приятно познакомиться. Взаимно. Григорий делал... Я понял его запрос. Он хотел узнать о себе. Дошел до вас. Да, душа кричала. Ответите на его. Не достающей информации. Отвечу. Несомненно. Это арктурианская душа. Но здесь есть одно дополнение. Арктурианская душа провела большое количество времени со звездой Лира и напиталась этими энергиями и, как вы говорите, менталитетом. Поэтому здесь энергии Лиры стали родными. Можно сказать, что это гибрид. Гибрид? В его случае. Именно так. Арктурианские энергии и энергии Лиры используются как родные энергии, перелетаясь. Оба этих объекта являются родными в случае этой души. Благодарю вас. Значит, во время заправления энергиями он будет получать две энергии от Арктура и от созвездия Лира. Это в его праве. Он может запрашивать любую энергию двух этих объектов. Не могли бы вы объяснить немножко о разнице между энергиями Арктура и созвездия Лиры для Григория? Энергии Арктура, они более... Не могу сказать слово сильные. Твёржные, наверное. Энергия Лиры более гибкие и мягкие. Это две разные цивилизации, два разных объекта. Но переплетаясь, они меняют характер человека. То он более стойкий, то он более гибкий. Соответственно, энергиям. Полагаю, это не является ни в коем случае чем-то негативным? Абсолютно нет. Наоборот, есть доступ на оба этих объекта. Именно это я и хотел сказать. Я не могу сейчас рассказать все нюансы подробно. Наверное, сперва нужно это принять и изучить уже данную и существующую информацию о энергиях Арктура и о музыкальных, я бы сказала, гибких и светлых энергиях Лиры. Я думаю, в этом отношении мы можем помочь Григорию, потому что у нас очень много встреч с арктурианцами и представителями созвездия Лиры, где каждый из них рассказывает о своих энергиях, если он их посмотрит. Именно так. Именно об этом я и говорю. Изучите уже существующие информации. Тогда возникнут четкие вопросы, на которые я отвечу. Абсолютно верно. Куратор никогда не даст информацию душе, если душа не готова эту информацию принять. Я не смогу охватить всю информацию. А что здесь является главным вопросом, и я пока не знаю. Нужно переработать данную информацию, и потом возникнут определенные вопросы, на которые я отвечу. Без анализа информации, без подготовки вопроса, без рассуждения над ней ответы, в принципе, не дадут никакого результата. Уважаемый куратор Боб, я благодарю вас за эту информацию. Вы хотели от себя еще что-то добавить? Я ответила на запрос. Уважаемый куратор Боб, у нас в этой комнате диагностики есть тогда очень добрая традиция, о которой знает прекрасно на Арктуре и в созвездии Лира. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам сюда приходит, мы делаем всегда один определенный подарок. В знак благодарности за визит куратора. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые только есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение куратора Боба передать ему этот скромный подарок в знак благодарности за его визит, за его ответы своему подопечному и просто на добрые воспоминания об этой замечательной встрече. О, это неожиданно. Очень приятно. Великолепный подарок. Благодарю вас. Напомнила энергии земли и радость и чувства земные. Благодарю. Во благо нам очень приятно, что вам понравилось. Старая наша традиция, мы никогда не прощаемся. Я говорю, куратор Боб, до скорой встречи. Мы будем на определенном этапе наверняка с вами еще встречаться. О, несомненно. Я лишь хочу напомнить душе, что мы в постоянном связи и твой запрос до меня доходит. Мы будем много работать в будущем. Сейчас без этой конструкции наверняка связь будет в разы лучше. Уже никто мешать не будет на этом этапе. Я надеюсь, у Григория… Без конструкции и с новыми знаниями. И с новыми знаниями. Это самое главное. Конечно. Куратор Боб, благодарю вас за эту встречу. До скорых встреч. Наилучшие вам пожелания. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо, Григория. Я хочу еще сказать, что он показал, как выглядят эти энергии. Опиши. Актурианские энергии, они таким белым, холодным, голубоватым, с синевой каким-то цветом. А энергии созвездия Лебедь, они такие, как белые, но не как молоко, а как свет тоже, но он белый. И они более действительно мягкие и гибкие. И они вместе переплетаются в зависимости от Григория, что им нужно и какую сторону он выбирает. И это как характер. Он может быть и таким, и таким. Важно уметь пользоваться этими энергиями целенаправленно. Хорошо. Григорий, мы чистку закончили, проверку закончили. Как вы себя чувствуете? Получили ответы? Я очень рада. Во-первых, что чист эта конструкция мне мешала. А во-вторых, очень интересную информацию узнал о себе. Не ожидал, честно сказать. Это только начало. Хорошо, будем возвращать вас назад. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Григория в его систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Продолжение следует... Продолжение следует...